Как обещала сегодня в эфире на 107.4 FM у нас в гостях инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Черненький. Николай, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что у вас проходит акция с 6 июня по 18 августа под названием «Каникулы без дыма и огня». Расскажите, пожалуйста, про цели данной акции. Совершенно верно. Акция с говорящим названием «Каникулы без дыма и огня». Ее главная цель – это предупреждение возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей. Она будет проходить, как вы правильно сказали, с 6 июня по 18 августа в летних оздоровительных и пришкольных лагерях, где основной аудиторией станут школьники дошколята различного возраста. На протяжении трех месяцев всего лета спасатели будут обучать детей и взрослых правилам безопасности, наполняя их досуг множеством современных увлекательных и в то же время познавательных обучающих мероприятий. Это и тематические театрализованные представления, викторины, онлайн-квизы по безопасности, мастер-классы, экскурсии по центрам безопасности, музеям. И самое интересное, что нравится больше всего ребятам – это экскурсии пожарного и спасательной части, где детишки не просто узнают для себя много чего нового, но и примеряют на себя боевую одежду спасателя пожарного, будут поливать из рукава со стволом в воду, сбивать конусы, что подарит им массу эмоций и лучше усвоят основные правила безопасности жизни и деятельности. Очень обширенные мероприятия, подготовленные на все лето, даже самой захотелось поучаствовать. Предлагаем, приходите. Да. Подскажите, а какая ситуация по городу Гомелю складывается с пожарами в целом в данный момент? На данный момент в городе Гомеле произошло 65 пожаров, на которых погибло 4 человека. Сравнивая с прошлым годом, эта цифра была 71 пожар и 6 человек погибло. Как видим, идет у нас на уменьшение, но все равно не стоит забывать и соблюдать правила пожарной безопасности. Это значит, всегда есть над чем работать. Совершенно верно. А подскажите еще, чрезвычайной ситуацией ведь являются не только пожары. Какие еще опасности подстерегают горожан в летний период, в том числе и детей? Ну, лето само по себе пора жаркой, а все хотят немного охладиться и делают это, как правило, на водоемах. И водоем является опасным как для детей, так и для взрослых, если же не соблюдать элементарные требования безопасности. В этом году уже погибло 3 человека на водоемах и достаточно много случаев было спасения. А все из-за несоблюдения тех самых жизненно важных правил безопасности. А какие тогда правила безопасности нужно сохранять, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ну, в первую очередь рекомендация от спасателей, это если мы уже собираемся идти купаться, в первую очередь необходимо выбирать специализированное отведенное место, то есть оборудованный пляж, где постоянно вы будете находиться под присмотром представителей освод и всегда будете у них на глазах. Также рекомендациями является купаться утром либо вечером, не в самый санцепек, не в самую жару. Заходить в воду необходимо постепенно, сразу не прыгать, чтобы тело потихоньку привыкало к температуре воды и плавать вдоль берега или по направлению к нему. Что конкретно запрещается, это заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Как и в случае пожаров, это является основной причиной, когда люди у нас погибают. Если же это мы идем с детьми, то ни в коем случае их не оставлять без присмотра, постоянно следить за ним, а если они в воде, особенно маленькие, держать их на стороне вытянутой руки. Цепляться за лодки, байдарки, сидеть на буйках, там что-нибудь еще такое, тоже все конкретно запрещается. Прыгать в воду с причалов лодок тоже не стоит, потому что мы не можем знать, что у нас находится под плоскостью воды. Также, если мы собираемся с вами плыть куда-то на матрасе, делать этого тоже не рекомендуется, лучше это делать возле берега, потому что матрас может куда-то у нас уплыть, занести его ветром, или же он может по случаям своих дефектов начать спускаться, а человек, который плавать не умеет, будет обречен на погружение под воду. Ну и заплывают за буйки, потому что там у нас первое глубоко, дно не обследовано, и ходят там у нас лодки, суда, катамараны и так далее. Понятно, спасибо за такую информацию. Как показывает практика, присматривать нужно не только за детьми, но, оказывается, еще и за взрослыми. Обязательно. Спасибо вам за наше утро, Николай. Было очень приятно встретиться снова с вами в студии. Прекрасного вам дня дальнейшего. И вам спасибо.